Продолжение следует... Продолжение следует... Твой дрожащий голос показывает страх, удали его от себя, а со мной вместе радуйся, что я удостоился такой великой милости Божией. И то, что Господь иным хорошего только во сне объявляет, я сам наяву своими глазами видел. Так говорил почтенный старец. А глаза его полны были слез благодарности и восторга невыразимым светили блеском, который освещает душу на минуту вдохновения. В минуту, когда она полна прекрасными мыслями, приближающими ее к Богу. И так преобразилось лицо епископа, что передать этого нельзя. Никольский, невольно пораженный до глубины души его взглядом, пал на колени и целовал его ноги. Встань, встань, милый мой! С этим благословением, которое первому тебе даю в этих последних минутах своей земной жизни, ты первый услышишь, что мне приказано объявить людям. Послушав его приказа, клирик встал, и вот что услышал от епископа Гурского. «Истину слов моих подтвердит смерть наша, объявленная устами благословенной в Леополиты. Очи наши его видели и слышали мы следующие слова. Когда второй раз солнце засветит на небе, Господь позовет вас на хвалу. Чтобы не думали, что эта смерть предсказана мной, недостойным служителем Матери Божией, объяви людям мои слова». Сказав эти слова, он исчез, оставив во мне невероятно радостное чувство. Тогда клирик Никольский взял его руку и, орошая ее слезами, целуя, воскликнул. «О, неисповедимые судьбы Божии! О, неисповеданные!» Повторил за ним епископ и, не дав ему более говорить, удалил его и остался один. На другой день он объявил о своем видении, ожидая предсказанной смерти, исповедался и приобщился, чтобы умереть, как жил добрым христианином. Умер он, как было ему объявлено, при восходе Солнца на другой день. Приложение В природе много необъяснимого Мысли Фламариона Конец нашего столетия имеет сходство с концом прошлого. Ум утомился положительными ему заключениями философии, называющей себя позитивной. Явились смутные догадки, что она заблуждается. После Вольтера и школы восемнадцатого столетия увлекались Месмером, Лафатером, Сведенборгом, Сен-Мартеном, неизвестным философом, Дипоном Немуром и другими мыслителями мистического пошиба. Впрочем, все они имели более серьезное научное значение, нежели вообще думают. Месмер, например, знал гораздо больше всей Академии наук о теории волны Фира. То есть о самой основе современной физики. Но более всего жаждали узнать что-нибудь новое о силах природы. Вокруг колыбели животного магнетизма носились разнообразные мечты о будущем и как бы надежды на физическое перерождение человечества. То же самое и в наше время. Казалось, Огис, Конд и Литтера окончательно наметили путь для науки. А именно указали ей направление позитивное. Допускать только то, что мы видим, осязаем, слышим, словом, то, что поддается непосредственному удостоверению наших чувств. И не стараясь опознавать неудобо познаваемое. Вот правило науки за последние 30-40 лет. Но вот в чем дело. Анализируя свидетельства наших чувств, мы убеждаемся, что они обманывают нас на каждом шагу. Мы видим, что Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг нас. Это неверно. Мы видим, что Земля неподвижна. Опять неверно. Мы видим, что Солнце восходит над горизонтом, но оно еще под ним. Мы прикасаемся к твердым телам, их нет. Мы слышим гармонические звуки, но этого не так. Воздух передает только волнообразные колебания, которые не мы сами по себе. Мы любуемся эффектами света и красок, оживляющих в наших глазах великолепное зрелище природы. В сущности же нет ни света, ни красок, а только бесцветные движения эфира, которые, поражая наш зрительный нерв, дают нам впечатление света. Мы обжигаем ноги у огня, но ведь только в мозгу нашем отзывается ощущение обжога. Говорится о жаре и о холоде. Во всей Вселенной нет ни жара, ни холода, а есть только движение. Итак, наши чувства обманывают нас насчет действительности. Ощущение и действительность – две вещи разные. Но это еще не все. Кроме того, наши жалкие пять чувств очень недостаточны. Они позволяют нам воспринимать лишь самое ограниченное число движений, составляющих жизнь Вселенной. Чтобы дать об этом понятие, я повторяю здесь то, что писал в Люнме 20 лет назад между последним акустическим ощущением, воспринятым нашим ухом, благодаря 38850 колебаний в секунду, и первым оптическим впечатлением, воспринятым нашим зрением, благодаря 45850 колебаний в равную единицу времени. Мы ничего не можем воспринять. Здесь громадный интервал, с которым никакое чувство не приводит нас в общение. Если бы у нас были другие струны нашей лири – десять, сто, тысячи, то гармония природы передавалась бы полнее, приводя их в колебания. С одной стороны, наши чувства обманывают нас, с другой – они передают нам не все, что происходит вокруг нас. Следовательно, тут нечем особенно гордиться и возводить в принцип мнимую позитивную философию. Вот один предмет – явление умирающих людям, находящихся от них в большем или меньшем отдалении. Позитивисты пожимают плечами, когда услышат о подобном. Занять этим хоть на минуту – значит, по их мнению, терять даром время и вдобавок вернуться к суевериям давно минувших веков. Невозможно, утверждают они, чтобы одно существо являлось другому в видении или сообщало ему каким-то небыло образом, что оно переходит из жизни в иной мир. Слово «невозможно» уже исчезло из философского лексикона со времени поразительного и неожиданного развития современной физики. После открытия фотографий, пара, телеграфа, телефона, спектрального анализа светил, внушения мыслей и гипнотизма, всякий, кто захотел бы провести границу возможному, отстал бы по крайней мере на полвека от самого маленького ученика элементарной школы. На это возразят. Как объяснить себе подобные отношения? Мы можем допустить только то, что в состоянии объяснить. Но это большая ошибка. Можете вы объяснить себе, почему камень падает? Нет, не правда ли? Вы не знаете сущности тяготения. В таком случае будьте скромнее и не осуждайте тех, кто хочет знать об этом немного более. Бывают ли видения? Вот в чем вопрос. Если они бывают, то следует их допустить. Объясним их после, если можем. Пояснение. Признание посмертного существования человеческой личности, о чем учит христианская религия, а равно признание явления душ умерших людей, живых, что бывает всякий раз под упущением промысла Божия для каких-либо высших религиозно-нравственных целей, например, для обличения господствующего неверия и нечестия, забывающего о бытии духовного мира. Есть на наш взгляд самое разумное объяснение и явление духовидения. Священник Григорий Диченко. Глава пятнадцатая Свойства некоторых людей накоплять в себе электричество Нельзя сомневаться, говорит Петербургская газета, о том, что существуют электрические люди, организм которых представляет настоящую электрическую машину, продуцирующую электричество в неизмеримо большем количестве, чем организм электрических скатов, угрей и тому подобных животных. Это замечательное явление в первый раз, кажется, было открыто у молодой девушки Анжелики Катен из деревни Бовиньи, близ Пьерьера, в департаменте Орного Франции. Девушка была по виду очень здоровая и крепкая, но крайне апатичная, так что производила впечатление полудурочки. 15 января 1846 года она занималась в обществе троих подруг обычным своим делом, вязанием шелковых перчаток. Время близилось уже к вечеру. На улице была сильная гроза. Молнии-то и дело борозили, покрытые густыми тучами неба. Раскаты грома не умолкали. Вдруг раздался один сильнейший удар, и комнату озарил яркий свет. В то же время стоявший около Анжелики Катен тяжелый дубовый столик, к которому была прикреплена основа шелковой ткани, вздрогнул, как бы от удара, и зашатался во все стороны. Испуганные невиданным явлением, трое подруг Катен с ужасом бросились вон из дома. На крик их сбежали соседи, которые, не видя ничего подозрительного, побронили девушек за беспокойство и велели им приняться за работу. Но едва Катен, следуя примеру подруг, взялась за ткань, как дубовый столик снова зашатался, отлетел в сторону и опрокинулся. Свидетели этой сцены единогласно заявили тогда, что Анжелика колдунья, продавшая свою душу дьяволу, и что единственное средство вырвать ее от власти сатаны это молитва благочестивого кюре. Позвали священника. К счастью, последний оказался просвещенным человеком. Внимательно выслушав рассказ про необыкновенные явления и заставив девушку при себе повторить их, он сразу понял, что имеет дело с какой-то таинственной физической болезнью, требующей помощи врача. Этот почтенный человек успокоил подозрения односельчан и даже взял бедную девушку под свое покровительство, заинтересовавшись желанием разгадать эти таинственные явления. Между тем, последние продолжали всесиливаться с каждым днем. С приближением девушки столик качался, несмотря на все усилия человеческие, нескольких человек, удержать его. Пробовали привязывать конец перчатки, над которой работала Анжелика, к тяжелой колоде около пяти пудов веса. Но и она приходила в сильное движение, хотя соединялась с девушкой лишь шелковой тканью. При нечемном прикосновении ее платье тяган, щипсы, лопатки летали в разные стороны, словно кто нарочно раскидывал их. Висевшие на поясе Анжелики ножницы раскачивались подобно маятнику из стороны в сторону. Явления стали распространяться и на живых лиц. Едва кто приближался к девушке, даже не касаясь ее, так чувствовал сильное подергивание мускулов в поджилках. Затем всякие явления прекратились на трое с половиной суток, но по истечении этого промежутка возобновились с большей силой. Стулья, столы, скамейки, кровать, все в хаотическом беспорядке приходило в движение вокруг Анжелики, едва она приближалась к чему-нибудь. Всякое занятие оказалось невозможным для нее, если она хотела пить, иголка вонзалась ей в руку, хотела разрезать что-нибудь, нож впивался в тело, бралась за вилку, та прокалывала ей щеку. Бедная девушка не могла даже есть, сесть на место, так как все стулья отлетали от нее на расстоянии нескольких метров. Отчаявшись занять место на мебели, она принужденно была расположиться на полу. Чтобы развлечь ее и занять ее в ее время, ей поручили разбирать корзину фасоли, но и это занятие оказалось невозможным. Едва только она засунула в корзину руку, как вся фасоль мгновенно рассыпалась и затанцевала пополу, а корзина сделала несколько больших прыжков. Видя, что явление принимает несуточный характер и грозят большим беспокойством, родные Анжелики обратились в ближайший город Мамер за врачебной помощью. На мамерские медики избоязнили взять эту неизвестную болезнь или, может быть, считая болезнь Котен простым притворством, отказались даже видеть девушку, которая была предоставлена таким образом на волю таинственной силы. Многие местные интеллигенты, заинтересовавшись Анжеликой, старались определить природу ее явлений. По общему мнению, девушка обладала большой электрическую силой, но определить эту силу при помощи известных тогда электроскопов не удавалось. Между тем, для всех очевидно было, что они имеют дело в полном смысле с электрической девушкой, организм которой развивает сильный электрический ток. Это предположение подтверждалось всем характером явлений. Интерес возбужденной необыкновенной девушкой был так велик, что многие из-за лека специально приезжали в Бовиньи, чтобы посмотреть на нее. В числениях были господа Оливье, инженеры из Мартани, доктор Верже, доктор Бомон Шардон и другие, которые произвели тщательные исследования девушки. Прежде всего, они исследовали, что будет, если стул или кресло, на которое должна сесть девушка, изолировать с помощью стеклянных подставок. Оказалось, что тогда девушка могла спокойно садиться, если еще положить под ее ноги стеклянную бутылку. В таком положении Анжелика могла даже работать, если изолировать и стол, на котором лежала ее работа. Потом наблюдатели постарались определить, что испытывает сама девушка, когда происходят с ней электрические явления. С этой целью они клали свои пальцы на руку девушки последовательно, начиная с кисти и кончая локтем. Анжелика чувствовала тяжелое состояние, выражавшееся в подергивании мускулов, но боль была не настолько значительной, чтобы она не могла переносить ее. Но когда приближали палец к ее локтю, то девушка с криком более бросалась в сторону. Такое же тяжелое ощущение она испытывала, когда приближали палец к затылку или позвоночному столбу. Напротив, приближение пальца к лицевым частям головы не производило никакого действия. Вообще, состояние, которое испытывала девушка, было точно такое, какое бывает, когда касаешься разрядника электрической машины. Вместо пальца можно было прикасаться к телу Анжелики сургучной или стеклянной палочкой, потертыми о сукно. Действие было одинаковое. Анжелика чувствовала сильный укол. Напротив, если эти предметы были разэлектризированы или не натерты, то девушка не испытывала от прикосновения их ничего. Наконец, произвели интересный опыт с магнитом. Когда последний приближался к левой руке или голове девушки, то у нее являлось крайне неприятное чувство бегающих по телу мурашек. Простое ненамагниченное железо не производило этого действия. Далее магнитная стрелка, повешенная на шелковине к потолку, приходила в дрожание и отклонялась от своего нормального положения, едва к ней приближалась левая рука Анжелики. Видя, что девушка все больше и больше интересует публику, родители стали эксплуатировать ее и показывали только за деньги. А чтобы заработать побольше, 10 февраля привезли ее в Париж. Расчет их вполне оправдался. Необыкновенную девушку осаждали толпу любопытных, простых, смертных и ученых. Между прочим, ее посетили знаменитый Араго, бывший тогда секретарем Академии Наук и доктор Танху, который произвел ряд интересных исследований. Оказалось, что явления усиливались обыкновенно к вечеру, часам к 7 в 9 подергиванием мускулов, сотрясение в теле. Девушка чувствовала больше всего на передней стороне тела и только с левой стороны. Левая рука ее постоянно дрожала и казалась более горячей, чем правая. Пульс ей изменялся от 105 до 120 ударов в минуту. Когда к этой руке приближали северный полюс магнита, то Анжелика чувствовала страшное сотрясение. Южный же полюс не производил такого действия. Таким образом, девушка, закрыв глаза, могла точно определить магнитные полюса. Во время пароксизмов Анжелика не могла ни для чего дотронуться левой рукой. Все перевертлось вверх ногами и летело в разные стороны. После этих опытов Арагой сделал доклад в Академии наук и по его предложению назначили комиссию в которую вошли ученейшие люди Франции Самараго, Бекераль, Исидор, Жуфруа, Сент-Илер, Боден и другие. Комиссия, вооружившаяся возможными физическими приборами, принялась тщательно исследовать девушку, но ничего не открыла. Было очевидно, что таинственная сила, тратившаяся в течение двух месяцев, истощилась и нужно было дать организму время возобновить ее. К сожалению, ученая комиссия не сделала этого и поспешила прийти к тому заключению, что никаких электрических явлений у Анжелики Катен и не существовало. Таким образом, она голословно отвергла факты, удостоверенны целым рядом добросовестных наблюдений. Можно было бы, конечно, сомневаться в способности человеческого организма продуцировать электричество, продолжает петербургская газета, если бы Анжелика Катен была единственным феноменом в своем роде. Но электрические явления были удостоверены целым рядом добросовестных свидетелей и многих других лиц. Парижская газета Лессьек в номере от 4 марта 1846 года рассказывает про одну 14-летнюю девушку, жившую на улице Декарт. Однажды в начале декабря 1945 года, раскрашивая какую-то картину, эта девушка заметила, что стол, за которым она сидела, стал издавать какие-то странные звуки. Вслед за тем кисть, бывшая у не вырвалась из рук и побежала по комнате. Потом все пошло вверх дном. Стулья задвигались, столы завертелись в беспорядке, фипитр поднялся на воздух. В то же время у девушки проявилась вдруг необыкновенная сила. Достаточно было легкого прикосновения ее ее платья и тяжелая мебель сдвигалась с места или поднималась на воздух. Раз таким образом она подняла тяжелого мужчину вместе со стулом, на котором он сидел, эти необыкновенные явления продолжались беспрежимно в течение 12 дней, затем прекратились и девушка возвратилась к нормальной жизни. В декабре 1848 года по сообщению газеты все население общины Гиллион Миль было взволновано чудесными явлениями с одной девушкой, служившей у мельника Далиана. Адольфина Бенуа, так звали ее, в первый раз проявила свои необыкновенные способности, укачивая хозяйского ребенка. Внезапно обе дверки запертого на крыш шкафа отворились сами собой и бывшее там белье вылетело как бы выброшенное невидимой рукою. В то же мгновение платье, лежавшее на постели, спрыгнуло оттуда на няньку и так пристало к ней, что с большим трудом могли снять его. Под конец этого дня необыкновенного явления необыкновенные усилились. Едва Адольфина оставалась в комнате, как вся мебель приходило в страшное движение, а мелкие вещи летели ей в спину и карманы. В 50-х годах некто доктор Пино рассказывал о молоденькой девушке Гонорине Сеген, жившей в учении у одной белошвейки, тоже обладавшей таинственной электрической силой. Одна же дело было в начале декабря 1857 года. Когда Гонорина работала около хозяйки, стоявший перед ним стол вдруг зашатался без всякой видимой причины. Испуганно этим чудесным явлением обе женщины бросились бежать. Но стол бросился вдогонку за Гонориной и, пролетев несколько шагов, опрокинулся. То же самое стало делаться и с прочей мебелью, стульями, кушетками, кроватями и тому подобное, если Гонорина касалась их своим платьем. Такие странные явления повторялись каждый день беспрерывно в течение двух месяцев. Наконец, в 1880 году в американском журнале появилось известие еще об одной электрической девушке из Канады, представлявшая из себя настоящую ходячую электрическую батарею. всякий, кто касался ее или опускал свою руку, вместе с нею в стакан воды испытывал сильное сотрясение, как бы от леденской банки. Девушка обладала значительной притягательной силой, если она хотела шить, иголка колола ей руку, брала в руки нож, он приставал к ладони, как к магниту. При входе ее в комнату все бывшие там чувствовали себя неловко, одни засыпали, другие напротив приходили в сильные возбуждения, дети пробуждались при ее приближении, но достаточно было одного ласкового жеста ее руки, и они снова засыпали. Даже животные были подвержены влиянию этой необыкновенной девушки. Собаки кошки по целым часам оставались при ней неподвижными, как мертвые. Дальнейшая судьба этой девушки неизвестна. Доктор Дюрвель в своем замечательном сочинении опытный трактат о магнетизме говорит В январе 1869 года в Сент-Урбене родился ребенок, проявивший необычайные электрические феномены. Он всегда был заряжен, как леденская банка, и никто не мог близко пройти возле него, не ощутив более или менее сильного толчка. От времени до времени светящиеся лучи исходили из его пальцев. По мере того, как ребенок рос, феномены эти усиливались и появлялись новые. Небольшие предметы, как-то наперстки, коробочки с иголками, ложки, даже тарелочки передвигались, когда ребенок к ним приближался. А иногда колыбелье его ярко освещалось лучами. Ребенок, по-видимому, был здоров, но когда ему минул 8 месяцев, он сделался очень нервным, очень впечатлительным и месяц спустя скончался. Недели за две до его смерти явление усилились в значительной степени. Как только кто-нибудь проходил вблизи ребенка, то получал сильный толчок, иногда настолько сильный, что падал на пол. Ребенок и колыбели спускали такие длинные широкие световые лучи, что ими ярко освещалась вся комната. Домашние кошки и собаки бежали из дому. Ребенок скончался без страданий. В минуту его смерти световые лучи усилились по крайней мере в три раза против обыкновенного и не исчезали несколько минут после наступления смерти. В журнале Баннер пишет, что город Атланта в штате Георгия был сильно занят толками об удивительных представлениях в присутствии двухтысячной публики, которые давала госпожа Лили Хурст, прозванная электрической девушкой. Так, например, из среды публики было вызвано несколько человек, известных в городе своей физической силой, которые крепко держали кресло. Но едва мисс Хурст прикоснулась пальцами к его спинке, как оно увлечено было на середину сцены с такой силой, что держащие отлетели в стороны. К обыкновенному дождевому зонтику было прикреплено несколько деревок, за которые держалось несколько человек из среды публики. Едва мисс Хурст прикоснулась к ручке зонтика, как он развернулся и стал кружиться, увлекая за собой людей, державших его, которые кружились, пока тщательно. Прикасаясь к обыкновенной трости, она вырывала ее из рук нескольких человек, которые, несмотря на все свои усилия, не могли ее удержать. Все убеждены, что мисс Хурст одарена сверхъестественной способностью, которую никто не может объяснить. Сама мисс Хурст утверждает, что она не знает, что это такое. Одни говорят по этому поводу об электричестве, другие о магнетизме, некоторые о духах, и, наконец, некоторые, правда, очень немногие, о дьявольской силе. Несомненно одно, что молодая девушка имеет необъяснимую способность приводить в движение недушевленные предметы, не исключая тех, которые не служат проводником электричества, как стекло, мрамор и другое. Способность, которую науке предстоит еще объяснить со временем, если только она в силах. В известном французском медицинском журнале Le Progress Medical от 5 июня 1884 года доктор Ферре сообщает новый случай крайне редкой поразительной болезни, так называемого электрического невроза. Под наблюдением доктора Ферре находится молодая женщина лет 29, крайне нервная и впечатлительная. Еще девушка она заметила, что волоса издаются в темноте искры, причем является треск. Впоследствии явление это усилилось и теперь существует постоянность за исключением сырой погоды. Пальцы больной притягивают к себе мелкие предметы, кусочки бумажек, обрезки ленточек и так далее. Прикосновение белья к телу сопровождается также треском и светом. Самое белье часто пристает к телу так сильно, что мешает движениям. Если больной заставить потереть руками, раз 12 шерстяной материи и тому подобное, то материя заражается электричеством, пристает к мебели, начинает издавать искры до половины дюйма длиною. Выделяемое больное электричество всегда положительное. Психические аффекты и спуг тому подобное вызывают более сильные разряды электричества, особенно на голенях, причем являются чувства неприятного покалывания. Когда больная сильно заряжена, она находится в состоянии сильного возбуждения. В противоположном состоянии она жалуется на крайнюю слабость. Под влиянием электрических ванн состояние больной несколько улучшилось. Перечислив вышеописанные примеры, можно, кажется, несомненно полагать, что электрические люди явление действительно реальное. Но отчего происходит оно? Где находится собственно электрический орган этих людей? Эти вопросы остаются еще открытыми. Наука еще слишком мало занималась этими интересными явлениями, чтобы дать о нем какое-нибудь решительное заключение. Нам остается только предполагать на основании аналогичных явлений с электрическими рыбами, что и в организме электрических людей есть какой-нибудь орган, специально приспособленный для продукции электричества. Очень возможно, что этот орган существовал раньше у многих, если не у всех людей, но с течением времени почему-нибудь исчез. А восстановление его стало уже патологическим явлением, присущим только людям с ненормально развитой нервной системой. Этим только можно объяснить появление электрической силы преимущественно у женщин, нервная система, которых вообще говоря более развита, чем у мужчин. Открыть электрический орган людей и составляет задачу современной физиологической науки. Глава шестнадцатая Способность к левитации, то есть к произвольному уменьшению веса собственного тела. Необыкновенный случай. В 1837 году сообщает господин Юрлов мне было 8 лет от роду. Я был тогда хотя и крайне впечатлительным и нервным ребенком, но обладал вообще прекрасным здоровьем. Однажды летом в июне месяце, когда все семейство наше жило в сельце Спешневке Сенгелеевского уезда Симбирской губернии, я спал в своей детской находившейся во втором этаже очень большого дома. Причем дверь из комнаты этой выходила на незапертый и открытый балкон, обращенный фасадом своим в сад, близ которого протекала река Свияга. Ночь, о которой пишу я, была довольно темная и душная, собиралась гроза, слышались отдаленные раскаты грома и блистала сильная молния. Разбуженный громом я сел на постель и вдруг, когда молния озарила комнату, к ужасу моему увидал, что в двух шагах от моей кровати на балконе, держась за ручку стеклянной двери. Стоит высокий седой лысый старик с седой бородой с длинной синей рубашкой и босиком. Пораженный мгновенно непобедимым паническим страхом, я стремглав бросился бежать вниз по лестнице в сад и побежал по направлению к реке. Разбуженный шум моих шагов за мной бросился бежать спавший рядом в прихожей лакей Василий Кондаков и другая прислуга. Что было со мной далее, я не помню, но бежавшие за мной нашли меня в бессознательном состоянии на той стороне реки Сивьяги, переплыв ее в плавь. Сивьяга в сказанном месте шириной 12 сажен и глубиной до сажени, причем ближайший мост находится в трех верстах от дома. Я лежал в кустах ракетника, как был сосна в одной рубашке и совершенно сухой. Привели меня в сознание очень скоро впрыскиванием воды и случай этот никаких дальнейших последствий для моего здоровья не имел. Описанное в высшей степени загадочное происшествие было записано в календаре отца моего и помечено 1837 годом 18 июня 24 минуты первого часа по полуночи. Бежавшие за мной люди Василий Кондаков и Федор Плотников а в особенности садовник Николай Армаков и кузнец Архипов переплывшие вплавь Свиягу клятвенно удостоверили, что они ясно видели, как я быстро по воздуху переносился через реку почти наравне с водою. Они только не могли точно определить место, где я упал, но нашли меня в кустах не более как минут через 10 по переправке через Свиягу, так как беспрерывно блиставшая молния хорошо освещала всю ближайшую местность. Факты левитации Профессор Келар в настоящее время считается одним из первых престижитаторов в Северной Америки Для усовершенствования в своем искусстве он около 15 лет путешествовал по Индии и Африке и недавно поместил в журнале North American Review результаты своих наблюдений над факирами и магиками. Вот например, что рассказывает Келар Зимой 1875 года как известно происходил целый ряд народных праздников в честь принца Увольского Редактор Редактор Корректор Редактор